Привет, с тобой Родригес. Конец этой весны и начало лета будут очень насыщенными на релизы. Нас ждут такие мастодонты, как Doom и Uncharted, а также новый проект от гуру игровой индустрии Blizzard. Имя ему Overwatch. Несмотря на то, что в ближайшее время выходит еще и Paragon от Epic Games и Battleborn от Gearbox, я обратил внимание именно на Overwatch. Началось все с запуска беты, которая доступна с 5 по 9 мая. Я включил ее чисто глянуть и залип часа на 3. И если бы им 3 часа ночи, я бы сдержался подольше. Игра меня зацепила сразу. Ну еще бы, у Blizzard все как всегда. Ярко, бахато и море пафоса сочетается с поистине мимимишными вещами. Взять к примеру хотя бы героев. Бастион, который является весьма навороченным роботом и может превращаться в турель или танк, в душе романтик и обожает птичку. Или вот русская баба. Именно баба по имени Заря. Такая не только коня, такая носорога остановит и избу подожжет сама. Я гордость России. И все герои, их бете H21, отличаются не только внешне, но и отчасти геймплейно. Рыцарь Рейнхард предпочитает раскидывать врагов кувалдой, а Ханза наоборот лучник и предпочитает дальний бой. Все герои сделаны довольно креативно и у них есть плюсы и минусы. Да не обошлось и без дисбалансных персонажей. К примеру, больше половины лобби играет обычно за жнеца. Не думаю, потому что он такой няшный. Но это бета и баланс героев еще будет меняться. Разработчики сами их разделяют на условные классы, танк, поддержка, штурм или защита. Но это не мешало мне танкам совершать нехилые киллстрики. Также каждый герой имеет по 2-3 способности. Они, как правило, довольно стандартные. Есть щиты, есть хилки, есть мощный выстрел. А также есть суперспособность, которая заряжается по мере ваших боевых заслуг. Вот с ними-то все поинтереснее. Они завязаны на особенностях героев, когда, допустим, Дива, геймерша, управляющая мехом, при активации ультры, просто взрывает своего меха, нехило дамажа всех вокруг. Таких моментов тут тонна. Все-таки Blizzard это знак качества и фирма веников, как говорится, не вяжет. Но самый сок игры для меня лично в очень глубокой и продвинутой кастомизации. В игре огромное количество челленджей, которые ведут к левелапам. А левелапы ведут к анлокам. И эти анлоки хоть и не влияют на геймплей, они созданы для того, чтобы тешить ваше самолюбие. Чтобы вы могли поглумиться над соперниками как-то по-особенному. Или выбрать наряд, который нравится именно вам. Все это подается в виде уже знакомых многим кейсов. Тут они называются контейнеры, в которых может быть всякое. Портреты, облики персонажей, эмоции, граффити, всевозможные анимации и реплики. Вариантов настолько много, что все тут не перечислить. Плюс ко всему игра полностью на русском. А у Близзов озвучка, как всегда, на высоте. Турвасвин звучит, как пропитый металюга. А Юркая Трейсер, как легкомысленная заводила. Зацените, как круто! С ней, кстати, была связана очередная забавная история с феминистками. Они посчитали ее победную позу слишком вызывающей. И Близзы сказав, да легко, сменили ее на другую. Как по мне, так еще более вызывающую. Но помимо шикарной озвучки, игра еще и выглядит достойно и работает довольно плавно. Визуально это дизайн героев и окружения из анреала, который поженили с Team Fortress 2. Вроде бы и селшейдинг, а вроде бы и нет. Работает игра в 1080p и бегает довольно шустро. Ну, по крайней мере, в моей версии для PS4. Видел жалобы бояр, что при нестандартных разрешениях по краям экрана видны полоски. Но это какие-то неправильные бояре, ведь кого послушать, у них у всех давно все в 4К. А консоли эти ваши в каменный век. Но, если картинка просто приятная и все, то анимации героев великолепны. Я не представляю, какая работа была проделана, чтобы все движения, все победные позы, все таунты выглядели так естественно и опрятно. Плюс ко всему, локации тоже достаточно интересны. Мне удалось поиграть на хмурой российской карте или наоборот на очень яркой греческой. Режимы игры особых откровений не привносят, да они и не столь нужны. Пока доступны стандартные захваты точек. На одной из карт был лузный момент, там пульт захвата был над колодцем, и я не долго думая сиганул туда, а за мной полкоманды. В общем, что-то мне подсказывает, что Overwatch выстрелит, и я надеюсь на это. Давно не было таких ярких вылизанных 3А проектов, направленных исключительно на мультиплеер. Уже на стадии бета игра выглядит и играется на ура. А к релизу, я думаю, станет еще краше, ведь в компетентности Близзов у меня нет никаких сомнений. Но на этом пора заканчивать. Спасибо, что посмотрел мой ролик. Если еще не подписан, подпишись, буду рад видеть тебя в своей команде. А всем, кто уже подписан, спасибо за просмотр и поддержку. С вами был Родригес, пока, увидимся онлайн.